Новое видео выходит каждый день в 20.00 Ролик сделан при поддержке Аризона РП Вся дополнительная информация в описании Все-таки решил я сделать ролик про переоцененных людей в GTA Samp YouTube Ну без этого просто никак, без этого не закончить десятилетие Как бы без переоцененных вот этих вот самых людей в этом самом GTA Samp YouTube Поэтому ну ладно, перед тем как мы все это начнем делать, рассказывать А вы начнете все это смотреть и соглашаться Либо наоборот говорить, нет, ты что дурак, блять, он никакой не переоцененный Как бы ну 300 тысяч подписчиков это не переоценка и так далее А я бы хотел вам сказать, что Аризона, Роллиплей Феникс, IP А также мой никнейм, по которому вы сможете получить себе целых 300 тысяч вертов При достижении вами пятого игрового уровня Все это находится в описании под данным видеороликом Вы можете туда зайти, ознакомиться со всей этой информацией Ввести мой никнейм в никнейм, блять, в поле того, кто вас пригласил И после этого вы получите свои законные, узаконенные деньги Даже не покупая верты у каких-нибудь там барыг Так вот Переоцененные ютуберы GTA Samp Давайте начнем И сразу хотел бы сказать, это так же, как и с недооцененными От человека, который не особо переоценен, до вот самого переоцененного человека в GTA Samp Давайте, ну, начнем И на пятом месте у нас расположился Батори Батори и так далее Сейчас объясню, почему это пятое место Потому что изначально вообще как? Батори делал пранки Ну и сейчас он их, разумеется, точно так же делает Но в начале вот его вот этого, знаете, пути Когда он там ушел с ютуба Потом вернулся на него и начал делать пранки Вот это было классно Да, то есть поначалу какие-то пранки были не особо хорошие Но вот потом, как пошло, как поехало Вот эти вот все пранки с девушкой Там вот эти вот все прочие вещи и так далее Вот это было круто Вот это было классно С кариной стримершей пранки То есть охуительные пранки Хоть это была и постанова, да Но, тем не менее, хорошее шоу Хорошее же было Но кто спорит-то? Но вот то, что пошло сейчас Это просто пиздец То есть у человека как? 300 тысяч подписчиков И нельзя сказать, что как бы Но он сильно переоценен Нет, но все-таки переоценка тут есть Вот где-то, знаете ли, 100 тысяч подписчиков 150, 200, возможно даже Но 300 тысяч Это, то есть это 3 канала по 100 тысяч подписчиков Я думаю, вы понимаете И, ну, как бы, пранки сейчас пошли Ну, какие-то вот Ну, вот, без души, что ли Вот просто вот, чтобы, я не знаю Сделать пранк и все Чтобы деньги за вот эту вот рекламу там получить И уйти Ну, вот, лично мне вот так вот Возможно, я не прав Возможно, как-то все это по-другому Но Ну, вот это вот Продал ак и слежу за ним Это что вообще такое? Ну, 300 тысяч просмотров Ну, это что, блядь Я посмотрел Ну, это просто вот Ну, пиздец Я вот выдал Диме Батуре кредит доверия Но, видимо, он его полностью исчерпал Потому что То, что выходит сейчас То есть даже люди вот Указывают на все это Потому что там Просмотры уменьшаются В геометрической прогрессии То есть было 300 тысяч просмотров Потом 159 тысяч Сейчас 78 Потом там Еще выходят ролики 71 Уже 1000 просмотров И вот 2 дня назад Или там Сколько, блядь Я не знаю Уже Когда вы смотрите данное видео Нет, побольше уже прошло В общем-то Блядь 35 тысяч Блядь Пиздец Махаю руками Блядь Все, нахуй Роняю со стола Вышел пранк у него 35 тысяч Просмотров Ну, как бы Да Вот это уже Как бы Нормально Вот это то, чего Заслужил Вот эти вот самые пранки По моему личному мнению Как бы Не более того В общем-то С Батурей Все понятно Более чем Тофик Дипсайз Четвертое место Тофик Дипсайз Почему я не поставил Его Выше Или наоборот Блядь Как это тут Ну, получается Выше, да Чем более переоцененный Потому что Наверное Дальше идут Еще более переоцененные люди Тофик Дипсайз Человек Который Выпускает Сейчас Блядь Один ролик в месяц Если повезет Или как-то Вроде того Человек Который просто Заходил на копты Стрелял И кричал 200 тысяч подписчиков Сотни Сотни тысяч Просмотров Как Ну, вы считаете Это не переоценен Да я считаю По-другому Ну, как бы Мне кажется Это переоценка Причем Конкретно Человек заходит Нажимает одну кнопку Там делает Какие-то перебивки Вот эти вот Которые ему там Монтажер намонтировал И все Ничего интересного Там нет Но эмоции свои Наигрывает Школьников Потом в Скайп В дискорд Зовет И унижает Как бы Не видели Если обзор На Тофика Дипсайза Посмотрите Познавательно Круто А самое главное Патриотично В общем-то Тофик Дипсайз Четвертое место Идем далее Идем далее Третье место Это у нас Владислав Павлов И с этого момента Начинаются такие Знаете Вот прям Максимально Сука Переоцененные люди Вот Настолько Блять Просто непонятно То Насколько Сильно Переоценен Владислав Павлов Но это 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 словами Не выразить Это в книге Не описать Человек Который Занимается Вредительством Который Абсолютно Точно Быдловатый Наружность Если кто-то Мало не понимает Почему Посмотрите Обзор Человек Который Поддерживает Рукоприкладство Конченное Быдло Который Поддерживает Рукоприкладство Блять Над людьми Которые Чё-то Сказали В интернете Блять Поддерживает Угрозы Блять Всю прочую Хуйню Чтобы выезжали люди Блять За слова В интернете Спрашивать Блять Он всё это Поддерживает Ладно Это лирическое Отступление В общем-то Человек Снимающий Сливы Либо просто Снимающий Какие-то Тренды По типу Там знаете ли Купил админку Там блять За 200 рублей Купил аккаунт За 15 Купил админку За 0 рублей И сборки И данный человек Понимаете ли В чём дело Данный человек Имел бы На 2013 год На 2014 год В самом ютубе Имел бы 1010 подписчиков В лучшем случае 30 Сейчас он имеет Практически 200 Почему так происходит Непонятно Потому что дети Оттупели Ну Возможно Или как Ну я просто Я не понимаю Если честно Как такое происходит Ну Мне непонятно Ой Как вообще Ну такое Ну в самом деле Человек Который блять Я не знаю Там В 18 веке Нахуй Умер бы От того Что грязный палец Блять Сначала Себе в жопу Сувал Блять Потом в рот Сейчас имеет 200 тысяч подписчиков На канале Неплохо себя чувствует Там ремонтик В квартире делает Да Вот этот Вот блять Человек Который бы Сдох В 18 веке Который бы себя Ложкой блять Убил Когда есть Начал Нахуй Просто блять Имеет сейчас 200 тысяч подписчиков Это не переоценка Это переоценка Еще какая блять Максимум Че заслуживает Владислав Павлов 10-15 тысяч подписчиков 20-30 в лучшем случае Если хорошо себя вести будет Но не 200 блять Тысяч В сампе В сампе блять Ну Как бы Как знаете Как знаете Ой Второе место Вот тут Максимально спорно Максимально спорно Были Прочие люди Но у них понимаете Не было 100 тысяч подписчиков Переоцененное Это начинается Со 100 тысяч подписчиков Со 100 тысяч подписчиков На тебя ложится Ответственность Делать Чего-то Нормально Потому что Тогда тебя подтверждает И ютуб Верифицирует И кнопку тебе прислали И уже говорят Что чел Ну ты как бы Делай что-нибудь Нормальное Это блять Ты уже Как бы Владеешь Аудиторией Ты неплохой И Второе место Хьюго Ромеро Объясню почему Объясню почему Потому что Хьюго Ромеро Это Андре Сукре Только Хуёвый То есть Понимаете ли В чём дело Андре Сукре Разумеется Тоже 400 тысяч подписчиков Или сколько там Полмиллиона Да у Андре Сукре Это тоже До хуя Но По сравнению С Хьюго Ромеро Который Пустышка Конченая Который просто Андре Сукре Для малолетних Дебилов Вот если выбирать Если выбирать Два стула Хьюго Ромеро И Андре Сукре Я выберу Андре Сукре Я смотрел Андре Сукре В детстве Мне нравилось Никаких вопросов Нету Если бы в детстве Я посмотрел Хьюго Ромеро Я бы сказал Фу блять Это нахуй Пародия На Андре Сукре Это блять Не то Это полная Хуйня Это для Дебилов Конченных То есть понимаете Хьюго Ромеро Это Андре Сукре На ФПСапах От Дапа Чтоб вы понимали Ну Это серьезно Это честно Блять То есть Хьюго Ромеро Это тот же самый Андре Сукре Только Андре Сукре При этом даже сейчас Выпускает Больше роликов Чем Хьюго Ромеро При том что у Андре Сукре Там блять Проекты Разные Вот эти вот знаете Самп мобайл Там КРМП мобайл И вот эти вот Все Прочие блять Выпускает ролики чаще И Интереснее Да То есть если Вот так вот у меня посыл Вот сейчас мне блять 17 Почти 18 лет Если сейчас меня посадить Как бы смотреть Хьюго Ромеро Или Андре Сукре Я выберу Андре Сукре Он интереснее Он тупо интереснее Как бы Хьюго Ромеро Это пародия на Андре Сукре Причем пустые Если в Андре Сукре Был какой-то смысл Был какой-то посыл Человек был Со своим набором качеств Два вот это вот Мамок ебал В конфликте с Владиславом Павлом То есть если Человек был со своим Каким-то знаете Не то чтобы стержнем Со своим характером То Хьюго Ромеро Пустышка Для детей Не более того И Поэтому Это переоценка Ну как бы Понимаете ли Человек переоценен Просто-напросто То есть ну Вот я вам говорю То сколько заслуживает Хьюго Ромеро При живом Андре Сукре Это Ну 10 тысяч 20 Давайте ладно Давайте 35 35 Вот так вот Это то максимум Которое он заслужил Все То есть после 35 тысяч Подписчики не должны были расти Но нет Они продолжают расти У человека 150 тысяч подписчиков Ну Забавно Понимаете То есть Несмотря на то Какие сейчас отношения С Андре Сукре Несмотря на то Какие Там знаете ли Отношения Взаимоотношения С Хьюго Ромеро Да мы с Хьюго Ромеро Безусловно больше Собачились Но приехал Блять Андре Сукре Вот Но Это пиздец Ну в самом деле Ну вот Просто вот Хьюго Ромеро Это кончная пародия На Андре Сукре Ну чтобы вы понимали Не больше не меньше Вот серьезно вам говорю То есть И Таким образом В скором времени Придет Заменитель Хьюго Ромеро Уже мне кажется То есть тоже Какой-то такой знаете Молодой Одаренный талант Который будет делать Еще более Бездарную хуйню Ну с таким успехом То есть если Андре Сукре Это контент Для детей Да Но который хоть Смотреть можно Который хоть Интересный Был Лично для меня В моем Вот этом Знаете ли Детстве Самп ютубовском В моем Вот этом Знаете ли Наивности И во всем прочем Если там Хоть это было интересно То тут Нихуя Ну скучно Абсолютно Скучно Блять Неинтересно Нихуя В общем-то Второе место Хьюго Ромеро Вполне Заслуженно Вполне нормально Можете с этим Поспорить Если мало ли кто Ну знаете ли Хочет поспорить Первое место Ну конечно же Делорензи Кто же еще Это блять Сейчас объясню почему На самом деле Если быть честным То к Делорензи У меня Никаких претензий Нету Он никого не кидал Он спокойно Снимал свои Вот эти вот Знаете ли Контенты все Да Вот эти вот блять Свои Так сказать Пизжины У Юджина Сагаса То есть то что было У Юджина Сагаса То что было у Криптона Который сейчас Нынешний Югонсон Да Просто вот Ну Сами понимают Просто человеку повезло Вот Делорензи Но у меня есть конечно Немного вопросов По Так сказать Мнению Делорензи Когда он говорил Что абсолютно точно Ненавидит Блять Конфликтных людей Да То есть Не в сам ютубе Нигде На стриме он Это грех Я не знаю Сейчас сохранен ли Этот стрим Наверное удален Ну я уверен Что Делорензи Сейчас так считает Если не считает То как бы Мы с ним должны быть Лучшими друзьями Блять А Делорензи Горел Что конфликты Как бы хуево Те кто конфликтуют Я То есть Никогда На какие прямые Конфронтации Не иду Это все Как бы Ну логично Делают тупые Самперы Которые не могут Нормально реагировать На ролики Про себя Как бы Видимо Менталитет У них еще не дошел На 2020 году Блять Они уже дойдут До всего этого Вот И как бы Понимаете ли Ладно Мы с этим определились Но Делорензи Снимает Самп Самп Блять В образе Юджина Сагаза Ну или Сагаза Я не знаю Как он там Блять И Все дело в том Что 600 Тысяч Подписчиков На Сампе Ну Вы вдумайтесь Вот тут 600 тысяч подписчиков Сейчас не каждый Летсплеер Который Каждый день Выкладывает По 3 ролика Там С играми Может таким Похвастаться Тут один GTA Самп Просто человек Снимает Там раз в Несколько недель И 600 тысяч Подписчиков Как Самый Самый популярный Сампер Это же получается Почему Как Каким образом Блять Вот То есть Ну Мне Откуда Столько людей Там взялось Блять Что это Блять Ну 600 тысяч Человек Это где Блять В Сампе Столько Людей Нету Что это Как это Вообще Блять Откуда Это Это Переоцененный Человек Как бы Его Ролики Которые Ну Стали Уже Повторяться Там Я не знаю По какому По пятому Наверное Кругу Там И уже Идет Одно И то же И постановы Стали Более Бездарными Если раньше Постановы Хоть Было Приятно Смотреть То Сейчас Это Просто Блять Одно И то же По одному И тому же Кругу Пошло Либо Абсолютно Знаете Такие Бездарные Постановы Которые Я уже Говорил Обсуждал Там Да У себя На канале Вот Но Делорензи Если вот так Объективно Смотреть Из всех Самп-ютуберов Представленных В данном Топе Делорензи Блять Самый Лучший Если вообще Из всех Самп-ютуберов Смотреть Большого Ютуба То есть Это самый популярный Сампер И при этом Он более-менее Нормальный Он Хороший Прям Знаете Он создает Впечатление По крайней мере Такого Знаете Адекватного Нормального Человека Не так Как Самп-ютуберы Обезьяновские Да Блять Ну Как бы Но Тем не менее 600 тысяч Подписчиков GTA Самп Что это Блять Блять Как это Ой В общем-то Ладно Блять Это все Это топ Переоцененных GTA Самп Ютуберов Лично По моему Мнению Можете Соглашаться Можете Нет Мне в принципе Похуй Да А блять Я ж не договорил Наверное Да Так вот Блять Долорензи Говорил Что Не любит Разоблачителей Вот этих вот Токсичных Всех людей Но при этом Дружит С Русланом КМХ Почему Зачем И как Но На эти Вопросы Мы Никогда Не найдем Ответа Всем спасибо За просмотр данного Видеоролика Всем пока Субтитры 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 Субтитры